всем привет дорогие друзья с вами мастерская мастерок 2 часа ночи куда ж куда ж такое время то спешить в общем дело какое ребят я наверно тормоз но только сегодня вообще узнал что случилось у немагии узнал я вот вилса кома который стал рассказывать про немагию про их какой-то про их какой-то конфликт с тиньковым я еще давно видел обзор ребят но тут в силу работы в силу того что я заболел просто-напросто не получилось мне сразу посмотреть вот так у тебя протормозил протупил и посмотрела високома и перешел на канал не магии увидел печерского в прямом эфире который рассказал вел в курс дела понемножкому понемножку потом перешел на к вконтакту в группу не магии посмотрел какой там полный трэш трендец творится и как бы совсем офиге совсем офигел от происходящего все дело в чем ребят в том что я знаю не магию еще с тех времен когда лёша на канале предлагал и продавал фокусы не знаю знаете ли вы или нет но раньше канал не магия был канал по фокусам то есть он показывал фокус какой-то потом предлагал секрет этого фокуса купить всякие там стартер паки и тому подобное мой младший брат даже что-то заказывал у него честно скажу не помню и вот получается такая неприятная ситуация что тот канал который я смотрю уже давным давно и еще и тогда меня как канала как ютюбера вообще не было как-то блин она все совсем печально получается то что вот власть имущая совсем таки издевается над обычными простыми людьми вывод видели в моих роликах последних что я тоже стараюсь освещать весь беспредел который творится у нас в стране кстати всем привет кто меня смотрит с других стран с юга украины вещаю и как бы мысль какая что они себе сильно много всего позволяют последнее время они вот если у тебя появилась какая-то лишняя копеечка то все ты уже выделяешься со всей толпы ты уже не такой как все и все для тебя становятся быдлом стадом и сволочами а ты единственная д'артаньяна кругом тебя одни пидорасы скажем так грубо но так оно и есть это скорее всего какой-то вот менталитет такой людей и это все обидно хотя мне эта вся история напоминает историю несколько лет недавности ну так 5-10 лет назад по моему это было тоже и по телевизору показывали все когда тоже правду пытались отстаивать с приватбанком с коломойским на тот момент он еще свой банк не отдал в пользование государства и как бы тогда тоже были наезды и рейдерские захваты он по какому-то полу даже из интервью тоже говорил как он там наезжал на людей что для него там люди вообще ничего не стоит также смотрю и тут по вашему тинькова что просто парень просто извиняюсь за выражение охуел просто от количества денег которые у него есть он просто забылся что значит быть нормальным человеком что значит иметь совесть какую-то честь вообще 21 век как таковой уже не знаю люди потеряли свое лицо люди ради бабла и выгоды готовы на любые подлости люди с большим баблом готовы на еще больше подлости сейчас а морали чести на на вообще речь не стоит хотя было бы неплохо если бы этот человек хоть немножко имел бы какую-то мораль честь и свое собственное достоинство просто ради того чтобы просто пойти на урегулирование этого конфликта с ребятами тем более что лёша миша абсолютно нормальные ребята толковые хорошие да у них есть сатиры иногда немножко жесткие я я являюсь их давним подписчикам и вот насчет мамки басты я им тоже писал свой отрицательный комментарий что сильно ребята тоже зазвездились на личности перешли но ребята буквально сразу же сняли видео в котором извинились действительно то есть у ребят есть честь ребят есть мораль и это хорошо что в наше время есть все-таки люди с честью и морали а этот же козлятина такая если он имеет свой банк хоть и виртуальный если он имеет много бабла многомиллионную пользовательскую аудиторию своей продукции то что значит ему все можно это это очень большое заблуждение каждого человека потому что бабки все-таки приходящие уходящие оставаться человеком это как бы навсегда потому что вот не будет у него бабок завтра и что от него все отвернуться от него и так все отвернулись некоторые просто делают вид что дружат с ним опять-таки из-за бабла просто-напросто а также мне просто жалко ребят ребят действительно я вам желаю выйти из этой всей ситуации наконец достоинством вы ребят молодцы я ваш очень давний подписчик и как бы я очень редко когда пишу какие-то гневные комменты в основном пишу что все классно но тогда был единственный обзор как-то так что еще в три ночи можно делать писать обращение но как бы это наверно даже не больше обращение так как то мои мысли плюс какая-то поддержка ребят в данной ситуации надеюсь что у них все будет хорошо и в общем ребят держитесь я конкретно с вами и очень многие из моих друзей тоже вот из моего города тоже вас всех вас смотрят и вас любят то есть грубо говоря считайте что николаев вместе с вами держитесь ребят пока и удачи